Развитие местных аэродромов, качество мобильной связи на селе и подготовка субъекта к приезду жителей Украины из неспокойных районов соседней страны. Все эти вопросы и не только сегодня обсуждали на еженедельном оперативном совещании, которое в основном было посвящено проблемам сельских поселений. Так, например, администрации Ненецкого округа сейчас нужно разобраться в ситуации, связанной с вертолетными площадками и взлетно-посадочными полосами, расположенными в муниципальных образованиях. Олег Хатанзейский обо всем по порядку. Руководители сельских поселений обеспокоены местными аэродромами. Все дело в том, что в этом году взлетные полосы были переданы в федеральную собственность. Но в итоге их обслуживанием по сей день продолжают заниматься муниципальные образования. Причем на собственные деньги, а это влечет за собой нецелевое использование бюджетных средств. Пообщавшись с главами муниципальных образований, первый заместитель губернатора региона Евгений Алексеев предложил в связи со сложившейся ситуацией провести отдельное совещание на эту тему, на котором найти общее решение проблемы. Оно состоится уже в ближайшее время. Говорили и о муниципальном жилфонде в селах. Многие строения сейчас требуют ремонта, но по сути делать его некому. У домов попросту отсутствуют управляющие компании. Евгений Алексеев предложил ввести единую коммунальную службу в поселениях, которая и будет обслуживать жилые строения. В качестве общей управляющей организации может стать Севержилкомсервис. Далее мобильная связь. В деревнях и поселках она снова хромает. На прошлой неделе в течение двух дней ее не было в Канинском, Коткинском, Карском, Пешском, Пустозерском и Хариверском муниципалитетах. В Комитете по информатизации это объяснили запланированными работами. В четверг, пятницу прошлой недели там связь отсутствовала, ввиду того, что обновлялось программное обеспечение базовых станций. В городе по сравнению с сельскими населенными пунктами связь работает более чем стабильно. А вот криминальная статистика совсем не радует. Наринмарцы продолжают переводить свои деньги на счета мошенников. Зато количество ДТП идет на спад. Тем временем наш регион готовится принять жителей Украины. Немного, немало – 120 человек. Прибыть в столицу Ненецкого округа они должны уже в сентябре. Евгений Алексеев сказал, что готовиться к их приезду нужно уже сейчас. Обеспечить жильем и работой граждан из Средней страны будет не так-то просто. Для нашего региона мы получили, если соотнести с численностью проживающей нашей территории, пожалуй, самое серьезное задание из всех субъектов, самое большее. На 43 тысячи проживающих на территории округа 150 человек – это очень много. Потому что Архангельская область получила 390 человек на миллион 200. Шла речь и о детях, которые в этом году впервые отправились отдыхать в солнечный Крым. Накануне в управление социальной защиты поступили обращения от родителей с просьбой разобраться. Были обращения граждан по прохождению отдыха в Крыму. Под руководством Григорий Исланов состоялся штаб, и сотрудник управления выехал для разрешения вопросов на месте. Практически все вопросы на сегодняшний момент были предоставлены руководством Агерия. Подводя итоги совещания, первый заместитель губернатора региона затронул вопрос о экологии. В деревнях и селах необходимо организовать работы по сносу неиспользуемого аварийного жилья, а также ликвидировать объекты, которые ранее принадлежали Министерству обороны страны.